Эти необыкновенные люди могут разгрызать на мелкие кусочки стеклянный стакан и съесть его, пить дымящуюся соляную кислоту и лежать голой спиной на битом стекле. Люди, способные заворачивать ноги за голову, еще многое-многое другое. В общем, кто такие йоги, в наше время знает каждый. Хотя, в общем-то, йоги – это обычные люди, которые хотят и, главное, знают, как всегда быть здоровыми и физически, и духовно. Именно они и собрались в парке Николаева на открытый бесплатный урок по йоге. Понятие йога уже много лет как перестало быть чем-то загадочным и таинственным, доступным лишь узкому кругу посвященных. Сейчас йога уже довольно популярная форма активного образа жизни. И хотя многим людям все еще сложно перейти от сладостных диванных мечтаний о совершенстве к практическим шагам по приобретению этого самого совершенства, все же и поклонников уюта среди городской суеты тоже достаточно. Впечатление самоположительное. Единственное, конечно, немножко отвлекает ребенок, но нисколько не портит. Лучше так, чем вообще никак. Вот, в принципе, очень здорово. Столичные йоги скооперировались и отправились в парки менять сознание жителей города. А организаторами открытого урока выступила городская студия йоги. Целью необычного флешмоба стала пропаганда здорового образа жизни. Очень много мистики витает вокруг сейчас вот этого вот занятия йогой. И многие думают до сих пор, что мы сидим в глубокой медитации, не шевелясь. И мы сразу как будто бы всех заставляем садиться в лотос. Но на самом деле йога – это другое, это состояние, которое вы получаете после занятия. И мы вышли в парки и в город для того, чтобы показать, что йога – это то, чем может заниматься каждый человек, чтобы обрести внутреннюю гармонию, чтобы обрести гармонию с самим собой, со своим телом, почувствовать себя лучше на уровне тела, на уровне сознания. Заниматься йогой, по мнению специалистов, может каждый, даже если имеются проблемы со здоровьем. Единственное условие – предупредить об этом тренера. На данный момент, вот сегодня, это у нас показательное выступление. То есть девочки демонстрируют, что они могут, какие упражнения. То есть, как вы видите, упражнения все доступны. Это может освоить и ребенок, и более взрослый человек. Я думаю, даже пожилые люди могут присоединиться к этому направлению, к этому популярному на сегодняшний день течению. Познакомиться с йогой и попробовать занятия на вкус теперь можно каждую субботу с часу до двух в Чебоксарских парках. Но только при условии, что за окном хорошая погода. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.